друзья приветствую на дюссельдорф буат шоу нас порой обвиняют в том что мы показываем только большие дорогие яхты не показываем что же можно купить за какие-то вменяемые деньги по типу за 50 60 до 100 тысяч евро и вот в принципе мое внимание обратила себя яхта vico s35 это польская верь в польский производитель который выпускает довольно много яхт ежегодно несколько сотен в основном небольшого размера 20 футов и вот самая большая яхта в их линейке сейчас 35 футов меня эта яхта поразила двумя моментами первое общем довольно симпатичным стильным дизайном второе очень адекватной конкурентоспособной и рыночной ценой по просьбе своего друга я сегодня пойду посмотрю океанис 30 он рассматривает покупку океаница для внутренних вод для реки который стоит в базе 100 тысяч плюс опции а плюс доставка с франции и конечно же а вот эта яхта века ядз размером 35 футов с тремя каютами в базе идет 55 тысяч евро то есть 50 плюс там доплата за переборки за разделение кают вот этого 55 тысяч евро плюс опции и она больше по кокпиту по длине на пять футов и по общему пространству вот с этой точки зрения яхта довольно интересно давайте почитаем характеристики на табличке длина 1088 общий вес 5 тонн 200 килограмм и есть два варианта келя метр девяносто с осадкой метр девяносто пять и укороченный кель метр шестьдесят или л-образные в данной версии три каюты и 8 мест 3 каюты по два места и того 6 плюс кают компания я считаю что в принципе для внутренних вод еще круче было бы наличие какого-то черта для того чтобы яхта могла иметь еще не меньшую осадку и подходить берегу это было бы вообще шикарное решение первое что бросается в глаза это большой кокпит довольно широкий с кареткой гика шкота в кокпите погон не мешает гостям потому что зона для сиденья отдыха тоже хорошо зонирована единственный момент лебедки вынесены сюда посредине подразумевает что команда работает вся они так что команда пьет шампанское шкипер сидит и управляет опционально здесь можно установить столик но без столика он смотрится круче я думаю что идеальным решением был какой-то бы съемный стол и думаю что это тоже в принципе возможно реализовать насчет еще нактоузов это штука опциональная потому что в самой базовой версии идет один штурвал и один нактоуз вот здесь установлены алюминиевый нактоуз который придает ей такого спортивного красивого вида рундуки отсутствуют в кокпите и это хорошо сказывается на обитаемости внутренних кают потому что внизу довольно достаточно места над головой и может вполне комфортно отдыхать вот то что я говорил за счет того что нет рундуков ну знаете в принципе аккуратно насадиться ну вот лежать вполне норм там еще есть метр слева свободный от меня тут конечно как бы так немножко сковывает кокпит но вот здесь очень 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 все достойно если тут будут спать два человека то первым должен вставать и выходить кают этот который спит справа потому что просыпается раньше ложитесь под стеночку боковую но у нас есть два рундука в корме чуть поменьше возле поста управления и более глубокий рундук в этой части то есть туда можно спрятать много чего кранцы все подряд ручка расположена я бы сказал в удобном месте она не мешает я могу ею управлять стоя за штурвалом не надо нагибаться очень комфортно двигатель стандартный идет в базе 15 сильный стационарный сайл-драйвом можно опционально установить 30 либо 40 лошадиных сил я думаю что 30 ник а будет в принципе достаточно для этого размера ну 40 это уже вот она полетит на рубки при входе в компанию пианино на которой выходят все шкоты фалы гика шкод рота шкод и так далее вход очень высокий то есть на самом деле я даже в кулисных 40 45 футовых яхтах не припомню такой высоты и такого удобного входа всего три ступеньки и мы оказываемся в салоне камбус и стол имеют вполне такие правильные закругления то есть тут сделано все ок столярка фурнитура ну я бы сказал что немножко бюджетная то есть вот такое выбраны недорогие решения но хочу снова вернуться к стоимости этой яхты и сказать что за 50 за 50 тысяч евро новую яхту 35 футов я даже не знаю какую можно найти в этой цене поэтому фурнитура может быть на ней сэкономили но общее пространство и комфорт остались на очень приличном уровне вообще мое убеждение что яхта такого формата такой цены она может стать таким импульсом для развития внутреннего чартера что я имею ввиду то есть на внутренних водах на реках не все могут улететь за границу а бы на той же но в рамках аренды там понедельно либо на несколько дней в украине в россии на внутренних водах они не окупаемые а вот с такой яхтой можно в принципе иметь конкурентно конкурентную цену для аренды там дневной недельной и соответственно развивать внутренний туризм поэтому я считаю что миссия этой яхты развитие внутреннего яхтенного туризма 50 тысяч евро плюс там базовые опции позволят скажем так с комфортом отдыхать 6 8 человеком даже думаю предположить там возможно недельную цену в полторы тысячи евро разделить на шестерых человек и мы получим там 250 евро 300 за неделю человека для путешествия там где-то во внутренних водоемах смотрим подробнее камбус г-образный небольшой одна плита и тут мойка холодильник у нас с вертикальной загрузкой все холодильник кстати небольшого размера гальюн и душевая зацените вход очень безопасный для яхты такого размера метр восемьдесят где-то высота дверного приема то есть я со своим ростом могу мыться напомню 35 футов яхта может идти как в двух каютной версии в трех каютной версии так и ее могут сдать серфи вот просто корпус без этих внутренних приборов и вы уже можете сами дорабатывать опланировку под себя это те два места которых я говорил то есть на них тоже можно расположиться метр восемьдесят мы еще остается запасом примерно метр восемьдесят пять длина этих диванчиков и раскладной стол носовая каюта тут уже надо пригибаться метр восемьдесят высота при входе ну а дальше дальше очень высокая подволок для 35 футов самая комфортная каюта это носовая потому что мне ничего сверху не мешает и два человека распал будут располагаться здесь с комфортом я хотел рассмотреть как разорганизовано внутреннее пространство куда можно спрятать вещи и продукты особенно если выйти куда-то на недельку в принципе под этими сиденьями тут вот все пространство свободное для хранения определенных вещей и здесь еще тоже чуть поменьше место потому что есть батареи но тем менее половина отсека доступна выделяется это яхта дизайна потому что разрабатывал итальянский дизайнер серджио луполи мне сказали что него очень классное портфолио спортивных там круизных ей перформанс я а здесь у нас якорь и носовой рундук для якорной цепи и для каких-то там еще хранения технических вещей якорная цепь падает туда довольно глубоко это хорошо потому что цепь не будет наматываться горкой не будут блокироваться лебедка спасибо вам за внимание мы сегодня рассмотрели бюджетные решения бюджетную яхту 35 футов с довольно комфортным размещением планировкой которая рассчитана на 8 гостей который я считаю в принципе подойдет для такого внутреннего туризма которая должна ходить хорошо потому что по обводам по корпусу это комфортный круизер для удовольствия для получения удовольствия от яхтинга и отдыха с семьей с друзьями пишите комментарии а кстати кому интересно я вышлю детальный прайс лист запросил верфи меня в электронной форме вышли детали по спецификациям если вас это яхта заинтересовала пишите на email оставлю в описании